Здесь будет отведено специальное помещение для клиентов и охранников, а здесь будут располагаться загоны для скота. На территории строящегося убойного цеха можно будет содержать до тысячи голов мелкорогатого скота. Уже подписана договорённость с ветеринарами. Здесь же будет располагаться и специальная лаборатория. Её сотрудники будут проверять мясо на качество, выдавать справки. По словам строителей, предусмотрен и слив сточных вод. Это всё было и в прежних загонах для скота, но территория была невелика. На Базарике на месте, где развернуться – это отличный выход для всех начинания от санитарной составляющей, заканчивая прибылью предпринимателей. С начала строительства нового цеха прошло более четырёх месяцев. Сегодня частные предприниматели ограждают территории, возводят места, ожидания для удобства клиентов, готовят комнаты для намаза и строят помещения для хранения мяса. Сегодня мы решили узнать, как продвигаются строительные работы. Предприниматели просят дать им ещё немного времени на завершение. Мы согласны, конечно, подождать. Нельзя допускать реализацию и забой скота в центре города. Вопрос о выносе убойных цехов из центра города встал перед городскими властями уже давно. Забой скота в частном секторе по улице Дулате был категорически запрещён. Глава Шумкента выделил частным предпринимателям гектар земли на Боза-Рыке. Средства на строительство цеха бизнесмены собрали сами. Таким решением остались довольны и предприниматели, и горожане. Хорошо, что за городом сделали места для забоя скота. Люди, живущие в городе, не должны забивать животных. С такими цехами это будет удобно для всех. Конечно, это правильно, ведь забойный цех в центре города – это недопустимо. Полная антисанитария. Запустить новый убойный цех в микроюне Боза-Рык планируется в декабре.